Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентр Сангельц продолжает свои программы и мы продолжаем беседу с известным астрологом Василием Мицкевич, Беларусь, Минск, Беларусь и центр Сангельц, радиоцентр Сангельц, наш скайп Сангельц 1.08, меня зовут Майкл Мелехов, мы ведем в аудио режиме, что происходит на валютных рынках, куда, чего идет, то есть от этого зависят достаточно многие вещи, во-первых, экспорт-импорт, от этого зависит цена на сколько стоит, допустим, рубль по отношению к американскому доллару, к примеру, от этого зависит ехать или не ехать в данный момент куда-нибудь в какую-то страну и так далее, то есть это то, что называется Форексом, но опять же люди гибнут за металл, как мы знаем, золото, которое начало падение свое. Ну, давай об этом немножечко поговорим, что грядущая неделя нам готовит в этом плане или до конца месяца, не знаю, как будет удобно. Ну, сразу же в своем стиле я хочу рассказать притчу. Притчу. Ну, притчу, не притчу, может быть, это немножко анекдотическая ситуация, просто сразу же пришла на ум, поскольку мы только что говорили о душе, о прекрасном, и тут сразу материальные такие вещи обсуждать. Да, фиг какая проза, так может не будем обсуждать? Во-первых, это не только, что было, это было передачу тому назад, целую передачу тому назад, да. Ну, вот тогда все-таки предисловие будет несколько нематериальное. Так. Жил-был олигарх, магнат, крест, плотократ. Тот самый? Нева, да, тот самый, владелец заводов, газеты пароходов. Он был очень жадный, у него были куча банков, к тому же центральных банков, ему нравилось, что вот у него вообще нет материальных проблем, и он управляет миром с помощью своих денег. И вот в какой-то момент жадность его достигла таких пределов, что он решил вообще все деньги у людей забрать. Каким образом? И придумал, как это сделать. Он ввел карточную систему. И все люди стали пользоваться карточками. Деньги держат люди в банке, а он этими деньгами пользуется, и стал еще довольнее, еще богаче. А люди начинают привыкать. Вот карточка, на карточке какие-то циферки. Не надо с собой носить толстый кошелек, не надо с собой носить мешок с деньгами, или чемодан с купюрами. Очень удобно. Пожалуйста, карточка, и едь куда хочешь, в любую страну снимай деньги там. Подтверждаю, подтверждаю, удобно. А в это время наш магнат богатеет и богатеет. Он покупает предметы искусства, всю свою кладовую загрузил золотыми батонами, наслаждается жизнью. И вдруг в какой-то момент ему захотелось поесть, открывает он свой холодильник, а там пусто. Ну, как он все деньги потратил на золотые батоны и на предметы искусства. Купил еще там пару заводов, пароходов, газет. Кушать захотелось, в холодильнике пусто. Он звонит, думает, закажу-ка я пиццу. И позвонил, приходит разнойщик пиццы, и у разнойщика пиццы терминал для карточки. И тут у нашего магната денег электронных не оказалось на карточке, на своей. Он говорит, давай я тебе наличным... Да, но он все потратил на золотые батоны. Давай, говорит, я с тобой наличными расплачусь. А разнойщик пиццы говорит, а у меня даже и кошелька с собой нету. У нас на фирме принято, что мы только вот с терминалом, иначе ж нас ограбят, если мы будем мешок с деньгами. Не, говорит, только карточкой. И уже собрался пиццу уносить, а тут говорит, есть хочется, давай я тебе дам золотой батон, а ты мне пиццу. Ну, конечно, разнойщик пиццы согласился, забрал золотой батон, а наш магнат сидит, ест пиццу, смотрит на свои золотые батоны и думает, что ж я наделал? Мне ж надо теперь как-то эти золотые батоны назад людям впарить. Правильно? Иначе ж зачем они мне нужны? Сидел, думал, думал, и решил организовать такой клуб хакерский, который взламывает банковские счета, пользователь ворует деньги с карточек. Сказано, сделано. По всему миру начались такие вот атаки, и ждет магнат, сидит. Ага, сейчас люди поймут, что им золотые батоны-то нужны, деньги нужны, которые щупать можно, и они все начнут покупать мои золотые батоны. А люди в этот момент поняли о существовании другой валюты. Это называется криптовалюта. И вместо золотых батонов люди пошли и вложили свои циферки в криптовалюты. Кто не знает, что такое биткоин, посмотрите. Один уникальный человек создал эту криптовалюту, которая не подчиняется ни одному государству, которая не управляется ни одним частным лицом. Она управляется только спросом и предложением, и абсолютно прозрачно. Ты знаешь, удивительная вещь. Я с этим познакомился достаточно недавно, хотя она существует. Я слышал об этом. Но я стал за этим следить. Есть такой сайт, называется... Забыл, как он называется, но не имеет значения. Короче говоря, я стал смотреть за этим биткоинс просто так. Просто мне интересно было движение по графику и я технический аналист. И мне, я уже говорил, как шахматная комбинация, вот мне это интересно. Я расчерчиваю, куда должно идти, пользуюсь универсальными законами, кстати, астрологическими. И, ну, скажем так, вероятность попадания именно в ту точку достаточно высока. Так вот, я когда смотрел за этими биткоинс, стоимость их была, насколько я помню, 250-260 стоимость, да, в долларах, да, 250-260 долларов. Но мне сказали о том, что она будет стоить 500. Я сказал, она будет стоить больше, чем 500. Она будет стоить 1000. Она стоила 1000. Вот эти биткоины стоили 1000. Ну, я не зря рассказала вот этот вот анекдот, назовем так. Потому что при таком развитии событий индексы, золото, все пойдет вверх и падать больше никогда не будет. Потому что мы идем к такому состоянию парадокса, когда золотые батоны оказываются у магнатов, владельцев завод газет пароходом. А нам золотые батоны не нужны, потому что ну что мы за них копим? У нас циферки, циферки, циферки. И парадокс, он должен состоять в том, что где-то, может, на биржах вдруг у компьютера произойдет какой-то вот такой вот клин, что за циферку 5 дают циферку 3, что это ничем не подкреплено, вот какая-то такая система. И в результате вот того, что мы идем именно к этому парадоксу, ни индексы, ни золота падать сильно не будут. Поэтому, если сейчас какое-то снижение есть у золота, оно пока временное. И если в соотношении к доллару, то все равно золото будет повышаться. Потому что сам по себе доллар обесценивается. Не потому что золото стоит дороже, а потому что дешевеет доллар. на фоне биткоина. Но я не такой специалист по бирже. Я смотрю на гороскоп и вижу, какие страны, именно страны, находятся именно под таким ударом. Какие? Вот с этой точки зрения. Это неделя. Российский рубль. Россия. Довольно-таки напряженные аспекты действуют именно на российский рубль. Также и на руководство российских банков. И в целом на российские банки. Особенно с 15 по 17. То есть, я думаю, что с 15 по 17 там, в общем-то, вниз мы и пойдем очень так интенсивно. Но вот 18-го биржи не работают. Это суббота. Возможно, что какие-то будут, может, встречи на высшем уровне. Будет обсуждаться экономика. Нефть для России. Мы же на нефтяной игле сидим. Нефть для России имеет большое значение. Вот как раз-таки здесь произойдет какой-то разворот. Но я думаю, что цена на нефть на этот год уже выше не будет подниматься. выше этих значений. Скорее всего, цена на нефть пойдет ниже. И то, что разворот произойдет в выходные, он чуть-чуть подымет. Немного. Но выше, я не знаю даже цифру, там 50, да, нефть стоит 50 долларов за баррель. Пример, да? Не примерно, могу даже сказать точно. Я за этим еще раз повторяю, слежу. Падение началось с 54 долларов, 54,50. Стоило, это было понятно, это было предсказуемо. Независимо от того, как бы она поднялась, кто бы чего не говорил, в графиках отражено абсолютно все. Меня совершенно, лично меня совершенно не интересуют экономические показатели, какие-то экономические репорты. Если, повторяю, это универсальный закон, так работает Вселенная, тебе, как астрологу, как не знать эти вещи. И я пользуюсь теми же самыми законами. Они выше человеческих, выше того, что нам банки диктуют и показывают. Какой-то период, на какое-то время возможно, но сегодня цена упалась 54, повторяю, почти было 55, и сегодня это 48, 70, к примеру, то есть получается сколько? 7, 7, 6 долларов, да? На 54, 6 долларов это 12% на самом деле. И это достаточно много, поскольку это падение было всего лишь 3 дня, всего лишь. То есть за один день оно упало и продолжало падать. По моим прогнозам мы идем еще как минимум 10%, 15% нефть должна полететь вниз. Если мы говорим глобально, то она должна стоить нефть еще меньше, чем 30 долларов. Так что, не знаю, насчет иглы и кормилицы и так далее. я согласна. Я согласна, что вниз мы идем и до конца года вниз. Возможно, мы увидим 30 в конце года. Ну, не знаю, как насчет этого года. Вот как раз таки временные промежутки, когда, в какой день, через сколько, это, так сказать, астрологи в этом разбираются, я в этом сразу говорю постольку, поскольку. Моя часть, это вот вертикальная ось, цена. А вот то, что по горизонтальной оси, по времени, это часть, с моей точки зрения, астрологов. Они гораздо точнее могут это предсказать, спрогнозировать точнее. Хорошо, поехали дальше. Ну, ты говоришь про рубль, да, который вот там с 15 по 17 число. Ну, полагаю так, что если рубль вниз, тогда доллар, естественно, вверх, тогда, естественно, и вся остальная валюта европейская вниз, ну, в частности, евро и британский фунт, так я полагаю, или нет? Ну, вообще, интересный для доллара день один я бы выбрала, 14 число, поскольку среда, да, именно доллар, нет, вторник, у нас вторник, именно доллар как раз-таки фигурирует и Соединенные Штаты в этот день. Возможно, что это будет какая-то высокая точка. Хорошая позиция у доллара. Имеется в виду, к этому времени пойдет вверх, а потом пойдет вниз? Возможно, что да, 14 будет высокая точка. То есть, как я понимаю, получается, что в течение понедельника и вторника, а это продолжал, это будет продолжаться подъем, поскольку он продолжается уже недели две, наверное, подъем, нет, нет, я прошу прощения, буквально два дня тому назад доллар начал падать. То есть, четверг, пятница стала расти валюта по отношению к доллару. То есть, получается, что произойдет разворот, да, понедельник, вторник? Так, с 12 по 16 разворотов никаких нет. Возможно, что это высокая точка для доллара и означает, что это самый низ и пойдет вверх. То есть, 14 число для доллара, может быть, это и есть разворот. И с 14 по 17 вверх очень сильно. Ну, вот это интересный момент, когда все наоборот получается, в части другой валюты, я могу посмотреть. Дело в том, что будет очень серьезный репорт, будет очень серьезный, экономические будут, сейчас я скажу, новости серьезные. Как правило, сейчас я проверю, как правило, да, вот, пожалуйста, вот как не верить в это, в астрологию теперь. О чем идет речь? Сейчас я скажу. Дело в том, что в среду, 15 числа, будет очень серьезные экономические новости. Речь идет о повышении или оставлении тарифной ставки, да, интерес rate это называется по-английски. И все этого ждут. То есть, может повышаться интерес rate. Когда повышается вот эта тарифная ставка в любой стране, это означает экономика на подъеме, экономика идет вверх. Могу вам сказать, что лет 5, по-моему, или 6, тарифная ставка была чуть ли не на нулевом уровне. То есть, это означает, что компании могли брать у банков беспроцентные суды, могли брать, практически беспроцентные, очень низкий процент был на суды. И сейчас он стал повышаться. с одной стороны, это хорошо для экономики, с другой стороны, это плохо для тех людей, которые привязаны к этому индексу тарифной ставки. То есть, это суды на жилище, к примеру. В частности, я имею такую программу, будем так говорить. Это интересный момент. Так вот, Василина, ты говоришь по поводу вторника. где-то есть силы, которые знают это все и предполагают, и все направлено на то, чтобы выдурить у простых смертных их последнее. То есть, да, то есть, это манипуляции, четкие и конкретные манипуляции с рынками биржевыми и с всем остальным. Золотые батоны покупают. Золотые батоны, да, золотые батоны, может, есть смысл, кстати, покупать. Почему? Потому что, ну, это золото, это всегда была твердая, так сказать, ну, что ли, валюта. Можете себе представить, в древние времена, на рынках, каких-то там на рынках, вот, на этих базарах восточных, да, люди приносят шелка, меха, зерно, вдруг подходит какой-то мужик в джинсах, ну, в древние времена, да, в джинсах, подходит и говорит, почем, вот, там у вас бушель, там, или как-то мера измерения когда-то была, ну, говорит, ну, вот, столько-то талантов в этих вегипетские времена у фараонов, он достает какую-то бумажку и дает ему, а тут ему говорит, что ты мне даешь? Он говорит, как, это ж чек, чек, чек европейского банка, ты не понимаешь, что это такое, или Ситибэнк, Чейзбэнк, он смотрит, как на сумасшедшего, слышишь, то есть, времена изменились, ты покупаешь машину, а вместо этого даешь какой-то клочок бумаги, где что-то написано, или какие-то биткоинс, это ж смех, да и только, куда мы, до чего мы дошли, то есть, то, что мы можем пощупать, то, что мы можем, скажем, жить на это, не знаю, годы, обменивается на кусок какой-то бумажки, понимаешь, ну, хорошо, мы немножко отвлекли, зато мы уходим от материального, от этой привязки, а с какой материальным мы уходим, мы еще больше приходим, о чем ты говоришь, ну, наверное, я оптимист, я верю, что мы отвязываемся, отвязываемся, а золото было применять по его прямому назначению, в качестве проводника, в качестве защитного слоя для летательных там каких-то ракет, аппаратов, то есть, по прямому назначению, если у золота еще одна необычная функция, в алхимии, это был такой промежуточный вариант в эликсире, или как взвесь эликсир бессмертия, в результате изготовления эликсира бессмертия получалось еще и золото, трансмутация из свинца, да, делали золото, это как побочный, да, был продукт для этого эликсира, об этом много всяких там книг написано, и фильмов создано, и так далее, ну, на самом деле, вообще-то говоря, был такой напиток, что самое интересное, эликсир бессмертия, просто об этом мало кто, наверное, слышал, это называлось, называлось Сомараса, это напиток, который выпивали, выпивался, и люди получали бессмертие, есть целая притча, это, ну, так сказать, правда, вот ты любишь рассказывать, я сейчас не буду рассказывать, это слишком длинная притча, которая восходит тем временам, когда земля, так сказать, плоская стояла на, там, на четырех лунах, которые стояли там на черепахе, в общем, пахтание этого причинного океана, и так далее, и вот оттуда, я рассказывал, кстати, в своих личных программах, рассказывал об этой, так сказать, притче, но это была целая история, и очень интересно, действительно, назывался Сомараса, или Амрита, некоторую называют, где люди получали практическое бессмертие, попадали там, на райские планеты, и так далее, и так далее, но вернемся на грешную землю, с ее, с ее биткоинами, и другими валютами, хорошо, значит, что по поводу евро, евро вообще, затмение был выражен, как под влиянием затмения, евро будет падать, когда, оно растет пока, на самом деле, на протяжении полугода, то есть, до августа, до следующего затмения, евро может падать, не, но мы сейчас говорим, про следующую неделю, на самом деле, по-моему, я в целом говорю, так, а на следующей неделе, на следующей неделе, евро не выражен, вообще, то есть, я не, я не вижу такого, что прямо, вот, указание на евро, сейчас еще раз, перепроверю, вот, гляну, гороскоп, то я, на самом деле, приготовилась, и не посмотрела, так, 18-го, на следующей неделе, у евро, очень хорошие, показатели, это не эта неделя, а неделя, которая начинается, с 19-го марта, именно с 19-го, ну, вот там, да, значит, на этой неделе, евро будет падать, скорее всего, так, ну, наверное, со вторника, то есть, получается, что временное падение, да, да, с 14-го, вот основной рынок, вообще, ситуация на рынках, очень напряженная, на этой неделе, вплоть до того, что на самих биржах, могут, там, компьютеры, глючить, отключаться, отключаться электроэнергия, могут драться, брокеры, могут, там, маклеры биржевые, сцепиться, то есть, настолько будет напряженная, даже, еще и на рынках, мы-то простые смертные, на рынок пойдем, и если, свои цифры, захотим поменять на деньги, мы тоже сделаем это где-то, в наших простых, в Сбербанках, ну, смотрите, дорогие друзья, обращаюсь к вам, кого это, конечно, интересует, не многих, наверное, это все-таки интересует, но, тем не менее, если кого-то интересует, во вторник, конкретно, ну, еще раз, подготовка к среде, но, конкретно, во вторник, по времени 15.30, по московскому времени, будет два экономических, очень серьезных, я вижу сейчас, показателя, каких-то новостей, которые изменят ситуацию, то есть, понедельник, еще раз, полагаю так, что будет что-то завтра, то есть, по сути дела, будут какие-то изменения, ну, вот, во вторник, то, что говорит Василина, и то, что я вижу, ну, наверное, по-другому нельзя трактовать, там серьезное будет, еще раз, 15.30, вот, такое будет новость, экономическая выйдет, в Соединенных Штатах, дальше, в среду, будет очень серьезно, и это касается британского фунта, кому, еще раз, те, кто проживает на территориях, возможно, Англии, ну, и вот, несколько таких новостей, начиная с 15.30, ну, самый главный, вот, результаты заседания Федерального банка Соединенных Штатов, главного федеральной системы, резервной системы, это называется, будет, это 21 час, да, в 9 часов вечера, по московскому времени, вот, будет известно, что произойдет, и вот тут будет прыгание, вверх и вниз, всего этого дела, что-то есть еще вам рассказать? Очень, вообще, кроме того, что напряженная обстановка на биржах, волатильность, турбулентность на рынке, поэтому, я бы не стала, в эти дни, вообще, заниматься, взяла выходной, слишком непредсказуем рынок, можно как, выиграть, так, и проиграть, скорее всего, скорее всего, я рисковать не люблю, у меня, ну вот, простота такая, и мне кажется, с точки зрения астрологии, тут, ну, пусть они там, волатилятся, и пусть они там, турбулентятся, понял, хорошо, спасибо, спасибо, Василина, спасибо за интересный обзор, дорогие друзья, это был обзор астролога Василина Мицкевич, по поводу биржевых рынков, и по поводу валютных рынков в мире. Субтитры создавал DimaTorzok